Добрый день! И снова с вами муниципальные депутаты из Черемушек Елена Селькова и Юлия Щербакова. Как вы знаете, в апреле прошли электронные общественные обсуждения, на которых утвердили проекты планировки кварталов, которые попали в реновацию. Напомню, что в районе Черемушки у нас около 300 домов, в принципе, из которых более 100 вошли в программу. То есть 105 этажек будет снесено, и на их месте нам предлагается построить дома высотой до 95 метров. Это 30 этажей. Как вы понимаете, мы не можем с этим смириться, потому что это сильно увеличит плотность населения в районе, и комфорт проживания, естественно, сразу снизится, как и, собственно, стоимость недвижимости в районе. В марте в интервью газете «Коммерсант» руководитель Москомархитектуры Книжевская сказала буквально следующее. В тех районах, где жители категорически настаивают, мы снижаем высотность. Так вот, мы категорически настаиваем. Мы провели широкообщественную кампанию, мы встречались с людьми возле магазинов, у выходов из метро, возле ТЦ «Панорама», возле ярмарки, возле охотника. Мы собирали подписи за то, чтобы снизить высотность в нашем районе. Как вы помните, в 2017 году мэр Москвы, заманивая москвичей в реновацию, обещал, что высота домов по реновации будет от 6 до 14 этажей, но никак не 30, и даже не 22, как в стартовом доме по реновации возле метро «Профсоюзная». Кстати, об этом доме. Дом 22 этажа, в нем 105 квартир, но при этом всего 12 парковочных мест. Поэтому нашими подписями мы также требуем увеличить норматив по парковочным местам в новых домах по реновации. Мы считаем, что в новых домах обязательно должны быть предусмотрены подземные паркинги, причем не на 10-12 машин и мест, а хотя бы на 2-3 от числа квартир. В том числе это поможет снизить количество машин на улицах, потому что если вдруг какие-то машины места будут не востребованы жителями конкретного нового дома, там смогут парковаться на правах аренды жители ближайших домов. И мы собрали 1057 подписей. Это большая помощь неравнодушных жителей нашего района, которые верят, так же, как и мы, что если не сидеть ровно и не молчать, а делать что-то, требовать от властей, то у нас все получится. Так вот, мы собрали эту тысячу, как сами, собирая у метро, у магазинов, так и жители нам помогали. Они собирали у соседей в подъездах, в соседних домах, привлекали консьержек. Мы развешивали объявления в подъездах, многие из вас их видели, приглашали на встречи с нами, чтобы оставить свою подпись. Мы подали официальное обращение на бланки депутатов, подписали и приложили эту тысячу подписей в мэрию Москвы, в Московом архитектуры. Мы требуем, чтобы нас услышали. Мы продолжим сбор подписей, поэтому следите за объявлениями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И обязательно приходите подписываться.